Привет, листьяне, гости и жители моего сказочного леса. Очень рада встретить вас снова на этом канале. И Барсик тоже поздоровался, меня сказал. Какие у меня новости? Ну, если говорить о здоровье, то я борюсь. Мне боль уже давно стала моим постоянным спутником. Иногда у меня случаются панические атаки. Потому что вот когда терпишь, терпишь, терпишь до какого-то предела, а потом всё, слёзы, сопли. И я понимаю, что со мной в такие моменты тяжело. Тем более, что сейчас я на гормонах, и я поправляюсь. Но я к этому отношусь так, что, ну, как-то не особо болезненно. То есть, если бы мне сказали, будешь толстая, но здоровая, я бы выбрала полноту. Вот. Ну, всё это уйдёт. Ну, Барсик решил поучаствовать в съёмке. Так вот. Я не очень сильно комплексую, потому что поправляюсь. Ну, потому что... Ну, потому что это ерунда. Это всё такое дело, что... Потом похудею. Главное, чтобы не было больно. Ещё какие новости. Мы съездили в Малый Рославец, сняли цикл сюжетов, цикл роликов. Вы их видите на моём канале. Они будут постепенно. Просто я решила разбавить их, потому что, ну, невозможно всё одинаково. Вот. Нужно немножко поговорить и о вышивке. Новости ещё. Замечательная брошка. Мне её подарила Леночка. Леночка, я тебя очень люблю. Ты такой человек хороший. Это мастерица. Я очень хочу снять сюжет о том, как она делает такие брошки из кожи. Представляете? Красота просто. Я даже решила нарядиться, надеть блузку, чтобы вот эта брошка выделялась у меня. Ещё Леночка от музея и от себя подарила вот такого лиса. В моём сказочном лесу на одного лиса стало больше. Это очень памятная для неё вещь. Я вставлю в ролик сейчас кусочек её рассказа. Это старинная лисенька. Жила у нас в семье. Мама была маленькая. Случайно разбила ей было 5 лет и сама пыталась заклеить чесноком. А вообще, это лисенька, что до военных времён её хранили. Я думаю, у тебя в сказочном лесу ей будет лучше. Спасибо большое. Уж приятно. Это ещё не всё. Вот ещё есть такая брошка из кожи. Это самодельная брошка. Я так всё упаковала, чтобы она у тебя... Ничего себе. Будешь украшать. Это у вас мастера так делают? Нет, это я делаю так. Ну, мы с мастеристами. Это на память, да. Спасибо огромное. Музей нашего города. Всё здесь с собой. Спасибо огромное. Теперь о вышивке. Если говорить об итогах лета, всего лета, то это были в основном игрушки на пластике. И вот лис. Лис в траве, которого я недавно запечатала в рамку. И очень сильно люблю этого лиса. Я перевожу глаза, потому что просто Барсик сходит с ума. Он расправил кровать. Сейчас он жирает блокнот вышивальный. Ты ничего не хочешь мне сказать, Барсик? Вот такие съёмки. Вот такой он Барсик. Хулиган. Ну, как видите, я в хорошем настроении. Пока всё хорошо. Хотя ночь, судя по лицу, даже ночь была бессонная и очень болезненная. Так, дальше. Что ещё? Какие новости? Скоро выйдет рубрика «Быстрая распаковка». Мои подружки, девчонки, Вика и Надя устроили прям мне второй день рождения. Надарили мне подарков. Просто сумасшедшей красоты. Вы это всё, конечно, увидите. Вы это всё увидите в отшиве, в процессе. И какие эмоции мне это доставляет. И огромное спасибо, девчонки. Вы просто... Это было так неожиданно. Это было так круто. Такие положительные эмоции. Вот девчонки решили, что мне не хватает положительных эмоций. И, наверное, они правы. И теперь у меня просто улыбка не сходит к лицу. Я начну просто ещё два процесса. Минимум два процесса я начну. Я не знаю, когда я это буду заканчивать. Я просто, наверное, сумасшедший человек. Ну, вы уже поняли. Но я обязательно их начну. И ещё все мои планы подвигаются. И я начинаю выкладывать алмазную мозаику для семьи наших друзей Саши и Нади. Там прекрасная девочка. Но в распаковке вы это увидите, пока я не буду полить контору, как говорится. В распаковке вы увидите. И сразу же, просто моментально, я начинаю этот процесс. Отодвигаю все свои вышивки. Если говорить о финишех августа, то вот они все. Барсик, не ешь штатив. Это была весна, лето, лисичка, значок и Дед Мороз. Вот такие они замечательные. Про Деда Мороза будет отдельное видео. В финише августа. Сейчас покажу финиши всего лета. Теперь финиши всего лета. И к августовским у нас прибавляется единорог на пластике. И Алиса. Ой, Алиса. И матрёшка осень. Плюс ещё, да что ж я путаю слова. Плюс ещё лиса в траве. Большая такая картинка. Почти, ну, где-то 25 на 30 сантиметров. А-ля Дименшенс. Вот такие у меня итоги всего лета. Ну, не очень много. Но, тем не менее, получается сколько. Сейчас мы блокнот достанем. Блокнотик. И всё посчитаем. Итого у нас в июне была Мадрёшка осень. В июле лиса в траве единорог. И в августе Дед Мороз 4, 5, 6, 7. 7 работ. 7 процессов завершённых. В, ну, этим летом. Летом 2020 года. Натянула на Куснапе девочку. Вот сколько вышито. И сразу так быстро всё пошло. Так хорошо. Не нравится мне качество крестиков. И я не знаю, что с этим делать. Вот в камеру не так, но в жизни они какие-то вот неровные. Почему так происходит? Вроде всё нормально вышиваю. Может быть, это свойство именно шерстяных ниточек. Вот. Лицо вот как будто буграми. А вот как раз в лице не хотелось бы всяких косяков. Потому что светлые ниточки. Потому что должно быть всё ровненько. Волосы-то ладно. Вот. Взяла свой волшебный сундук со сказками. Скорее всего, я сделаю всё из ХС. Почему написала DMC вместе с ХС? Потому что всё равно они одинаковые. Я не буду их делить. Вряд ли у меня когда-нибудь будут DMC дорогие. Поэтому DMC здесь это подаренные и остатки от наборов. Заполню его ниточками. Это гамма. Ещё есть ПНК. Нужно вообще три таких ларчика. И вот в этой коробке то, что пришло сегодня, это 100 разных, как они называются, я не знаю, моточков, ниточек. Буду их нумеровать и перематывать на бобинки. А я как всегда в своём репертуаре открыла новый наборчик от МП Студии. Цвета патриотичненькие. Бисер очень толстый, блестящий, белый с синим. Это будет Дед Мороз. И первое моё разочарование это схема. Уж простите, покажу. Но это капец. Оно всё. Серое-серый. Однотон просто. Серый-однотон. Зато Бэкстич хорошо выделяется. Он, правда, и до этого нормально выделялся. Мало цветов. Это радует. Три бленда только. Два вида бисера. Ну, блин, ну хоть чуть-чуть поярче. Хоть какие-то цвета, чтобы другие были. Потому что, ну, это издевательство. Тяжело, конечно, будет шить. Уже тяжело. Не могу различать вот эти зонечки внизу. У меня уже прорисовывается шубка Деда Мороза. И вот эти складочки бочка. Здесь будет пояс и пояс. И так это завораживает. Я просто не могу остановиться. Крестик к крестику. Точёненькие. Так проходит иголочка. Так всё замечательно и нравится. Вот молодцы, МП Студия. Я, правда, другую пластиковую канву не пробовала от других фирм. Но МП Студия прям браво. Так, за сегодня вышито вот столько. Из непонятного белый и серый. И его бленд. Вот честно, вообще непонятно, где здесь кудри. Не фокусируется. Хотя, бэком, конечно, они обведутся. И будут кудряшки. Волосы Деда Мороза. Но белый с серым сам по себе мало различим. Ещё бленд из него. Но тут видно, что бленд где-то есть. По-моему, нет. Вот здесь три цвета в кудрях. Так что, вот так. Думаю, за завтра я закончу половинку. Сегодня 27 августа. Подходит лето к концу. И на данный момент отшито вот столько Деда Мороза. Лето. Дед Мороз. Новый год. Всё логично, как всегда, у меня. Но да не важно. Планирую. Я очень хочу закончить, попробовать в этом месяце. Не для лишнего крестика. Ну, галочки, мол, финал, финиш. Нет. Просто не люблю, когда много не закончено. Ещё возникла одна идея, которую хочу с вами поделиться. По поводу концепции выбора сюжетов для проектов будущих. Вот. Только если не забуду. Потому что так закрутила, так закрутила, что завтра уже услышав эту фразу, я уже не вспомню, что я имела в виду. Дед Мороз вышивается. Мне кажется, сложнее. Не знаю, почему так кажется. Ну, одиночек много. Скорее всего, просто много одиночек. И схема очень серая. Вот. А так всё замечательно. Если с терпением подходить. Если по несколько подходов в день делать. Практически по-спортивному. А сейчас пойду сделаю себе вкусный кофе. И продолжу потом вышивать. Дело движется к финишу. Отшиты все крестики. Ну, кроме глаза, конечно. И сейчас будет бэкстич и бисеринки. У меня вот бэкстич закончен. Дедушка уже почти готов. Сейчас я его вырежу и сошью обе детальки вместе. Конечно, не без косяков. А в посохе вот здесь. Не фокусируется, но вот здесь ошибка. Ну, ладно. Я вырежу правильно и сошью. И получится у меня уникальный дедушка. Я его закончила. Свет, конечно, у меня не айс. Но Дед Мороз получился шикарный. Просто вообще... Подставку еще не красила. Потом буду красить, когда будет снегурочка. Вот так вот. Вот столько всего у меня навышивалось за август. И еще больше за все это лето. Эмоции и впечатлений хоть отбавляй в каждом ролике. Вы можете это видеть. И встретимся снова на моем канале. С вами была Леся из сказочного леса. Всем пока! Котеночка. Вот он уже даже на одной ноге не вмещается. Да, барсук? Вот так у него прям. Пузико Болесоля. Да? И свисает он еще. Свисает, потому что он не вмещается. Нос не заживает, потому что он дерун. Вот так вот он спит. Барсук. Большой, правда, стал. Вот так вот. Раз. И шпачь. Шпачь. Субтитры сделал DimaTorzok